Селу Лукьяновка Алтайского района. Здесь 20 лет назад Госплемзавод России разводил племенной скот. Тысячу коров и десятки тысяч овец. Молоко, мясо, зерно. Всё было своим. Но главным продуктом была шерсть, и поэтому показателю предприятие считалось в стране передовым. Глядя на то, что осталось от совхоза, в это сложно поверить. Это летняя дойка неподалеку от Лукьяновки. Тут была самая крупная ферма. Она лучше всего сохранилась. На остальных, в том же летнике, есть только фундаменты. Кто растаскивал эту ферму, бывшие работники России не говорят. Возможно, не знают, возможно, просто не хотят делиться. Единственное, что удалось вытянуть из неразговорчивых сельчан, это совет посмотреть на коттеджи тех, кто был у руля во время развала России. Главное административное здание всех четырёх ферм стояло в селе Новороссийское. Тут же был свой зерноток, колбасный цех и пекарня. Совхоз-миллионер построил даже спорткомплекс с бассейном, и чемпионаты по плаванию проводились среди чабанов. А детей со всех сёл совхоз возил на тренировки на специально выделенном автобусе. Теперь спорткомплекс заброшен, как, впрочем, и всё остальное производство племзавода. Сегодня в этом селе уже ничего не говорит о некогда огромном сельхозпредприятии, гиганте Хакасии, племзаводе России. Пожалуй, только вот эта табличка, но её не сразу разглядишь из-за деревьев. По заверениям чиновников республиканского минсельхоза, племзавод обанкротился вслед за текстильной промышленностью страны. Шерсть стала никому не нужна, и совхоз лишился денег. Как говорят бывшие работники России, скот они начали забивать на мясо. Коров и овец нечем было кормить. Три года назад племзавод признали банкротом, и люди остались без работы. В 1978-м я только пришла сюда племучётчиком работать. Ну, короче, вся жизнь здесь. А потом уже, когда платить не стали, стала распадаться, не стали нам платить, я собралась и уехала, где платят. Сегодня Любовь Абгольц вернулась на родное предприятие. Бизнесмены Саиногорска выкупил у государства часть развалин России и восстанавливает совхоз. Однако до былого объёма производства, когда-то совхозу-миллионеру, ещё очень далеко.